Опоздали поздно. Жители Стрелятамака просят врачей сделать им прививку от гриппа, позабыв, что хороша ложка к обеду. Свирепые вирусы этой зимой напугали, особенно тех, кто решил остаться в стороне от прививочной кампании. Как не вспомнить другую народную мудрость? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Впрочем, не только он. 14 дней минимум, а лучше 30. Столько времени нужно, чтобы выработался постфакционный иммунитет. Подходящее время для прививки от гриппа – осень, а уж никак не период превышения эпидпорога. На фоне заболеваемости не рекомендуется делать профилактические прививки, но в таких случаях есть другой вариант назначения профилактического курса противовирусных препаратов, которые вполне будут заменить профилактические прививки. Идете в люди, надеваете маску, чаще моете руки. Можно обрабатывать их аптечными антисептическими средствами. Вместо чая – отвар шиповника. Для промывания носа приготовьте соляной раствор. Что касаемо оксалиновой мази, вопрос очень спорный. Считается, что любые мазевые средства, которые наносятся на слизистую оболочку носа, препятствуют хорошему и равномерному движению ресничек внутри полости носа. Что наоборот парализует работу аппарата носа и способствует более глубокому проникновению вирусов. Оксалиновую мазь нужно использовать в тех случаях, когда опять-таки вы посещаете большое скопление людей и работает оксалиновая мазь недолго. Лучшей профилактикой от вируса по-прежнему остается прививка, уверены специалисты. В этом году вакцинацию прошло большое количество людей, привыто более 30% населения, но были случаи массового отказа от вакцинации, в том числе в детских дошкольных учреждениях и в школах. Защита снижена, карантин на неделю. Грипп меняется, меняется и компонентный состав вакцины, поэтому прививаться нужно каждый год, вовремя. Анна Пугачева, Игорь Яковлев, Стерлитамак, Служба новостей.